Президент Республики Беларусь Дорогие друзья, светлые рождественские дни – время удивительное, наполненное верой, любовью и радостью. Оно объединяет людей, вдохновляет, дарит надежду. Поэтому, когда четверть века назад мы утридели премию за духовное возрождение и специальные премии, то осознанно приурочили их к Рождеству Христову. Именно этот христианский праздник символизирует все самое светлое, чистое в нашей жизни, что нам пришлось десятилетиями и веками защищать. Вспомните, какое тогда было время. На фоне распада советской державы к нам мутным потоком с Запада принесло так называемые демократические ценности, замешанные на чужих идеалах, бездуховности и низменных чувств. Подавалось это под видом некой высокой моды и культуры, а цель того экспорта сегодня всем понятна. Нужно было взрастить поколение без роду и племени, дискредитировать понятие патриотизм, заставить презирать наследие наших предков. Что этому можно было противопоставить? Прежде всего, нашу традиционную христианскую мораль, нравственность и богатейшую культуру белорусского народа, обеспечив поддержку людям, которые эти ценности оберегали и сейчас оберегают и развивают. Не имея прошлых духовных опор, вряд ли белорусы, пройдя через многолетние войны и лишения, сумели бы сохранить родной язык, культуру, традиции, связавшие века и поколения. Казалось бы, простые истины, но давайте заглянем немного дальше наших границ. Все ли народы сегодня, как мы, живут достойно в мире и согласии? К сожалению, нет. Иногда и у нас бывает. На дворе 21 век. Век науки, прогресса, уникальных технологий. А сотни миллионов людей в мире страдают от вой, болезней и голода. В бурном море перемен нам с вами удалось отстоять независимость Беларуси, вывести на новый уровень экономику, сохранить и развить социальную сферу. Но главное, мы сохранили себя, менталитет, достоинство и чистую душу белорусского народа. Все то, что нас объединяет и позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Время показало, что наше молодое, суверенное государство умеет находить, если нужно, эффективные ответы на любые вызовы подтверждением того, как мы справляемся с ковидной пневмонией. На моем примере вы видите сегодня. Все, что нами сделано и делается, исключительно для сохранения здоровья и жизни наших людей. А приграничный кризис с беженцами показал, что для белорусов милосердие, человеколюбие и совесть – не пустой звук. Мы всегда готовы откликнуться на чужую беду. И помните, если кто-то это не понимал, как ты относишься к человеку, так и он к тебе будет относиться. Как твой народ уважает другие народы, так и тебя будут уважать. Это непреклонная истина, мы ее должны помнить. Слава Богу, с этим у нас все хорошо. Мы поддержали тех людей, обогрели, дали им кровь и хлеб. Они пришли к нам с миром, и мы встретили их с открытой душой. К таким людям нашей чистой, уютной, красивой, гостеприимной Беларуси другого отношения не могло и быть. Подобные события дают понять, насколько уязвим сегодня человек, когда теряет связь с корнями, с родной землей. И как важно в нашем жестоком мире беречь память народа, историческую правду, не допускать фальсификации судьбоносных для страны событий. Прежде всего, я имею в виду, конечно же, великую победу. Утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего. Именно поэтому в 2022 год мы объявили годом исторической памяти. Хороший повод для всех нас еще раз осмыслить тысячелетний тиренистый путь народа к независимости и собственной государственности. Сложить воедино все страницы нашей непростой истории. И героические, и трагические. Определиться с пантеоном национальных героев. Еще раз посмотреть на учебники истории. Придать новый импульс к краеведению. Продолжить работу по сохранению памятников архитектуры. Донести до мира правду о геноциде белорусского и других народов на территории нашей страны. Мы обязаны это сделать. Прежде всего, для наших детей и внуков. Они должны знать цену мира и свободы, которые добывались многими поколениями потом и кровью. Поваженные сабры. Белорусы зауседы по-особливому ставятся до людей, якие умеют створать нечто незвычайное, что радует в око и согревает душу. До тех, кто не шкодуючи часу узбогачает культуру, заховывая историческую спадщину, выховывая молодь. До таких, как вы, поважанные лауреаты. С правой життя вы обрали почестный обовязок заховывать хороство природы, человеческую истинность и культуру. Кожный из вас уносит отметный уклад ускорбонку национальных традиций, мастатства и осветы нашей краины. Вельми важно, что значная частка проектов, которые сегодня означены премиями, связаны с захованием исторической памяти и формированием громадского светопогляда у юного поколения. Больше того, сама молодь, с вашей допомогой активно удельничая у доброчинной и волонтерской деянности, займается пошуком загинулых героев войны, обновлением имен и увековечиванием их подвигов. У наш личбовый век, кали як великую мару будучи, не вызначают бездушный сверхштучно интеллекту, а нормальный живый диалог людей заменяют социальные сетки в вашу працу, инак як воротованием человечества не назовешь. Разом с премиями за духовное отрожжение, специальными премиями мы сегодня по доброй традиции вручаем премии «Белорусский спортивный олимп». Атлетам, тренерам, які прославляють Беларусь на международных аренах и на властном прикладе демонструють перевагу здорового ладу життя. Кожны з вас, поважаные лауреаты, великий талент. Вы свою деянностью, своим життем свержаете простую истину, мастацтва, творчость, спорт, громадская дейность повинны быть высокоморальными и створальными. Вы патриоты по учинках, саправдная народная интеллигенция по духу, для якой любовь да родимый пеш за все служенье йой. Прага зробить родную краину, я ще прыгажей. Вы приклад для інших, як разуменья того, что тольки створальная праца веде державу да росквиту, а призначение грамадянина заужды и во все часы оборона и будавництва айчына. Тольки такие справы узбагачают человека и ведут его до вершиню духу. Прымушаю цемкнуться до святла нести яго іншым. Наш шлях – мацаванне незалежность, клопаты пранадзённая и будучыню, празахавання у чалавеку чалавечага. Уважаные сябры, я ж за все жыдаю усім в гэтам годзі здоровья. Для нас это вельми важкая категория сягодь. Добробыту и поспехов во всіх ваших починальнах. Миру, домашня, цяпла и счастья. Берожыця себе. А зараз дозвольте мне перейсти до самой приемной и головной частки нашего мероприемства. Дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok В мире коллекционного издания эссе Об их дедах и прадедах О том, как они сражались за родину Мы никому не позволим переписать историю Вам в дар Первый тираж С любовью и уважением И крепкого вам здоровья Спасибо вам Аплодисменты 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 Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие друзья! Позвольте поблагодарить государство и, прежде всего, вас, товарищ президент, за ту большую работу, которая проводится у нас в республике по сохранению духовного наследия Беларуси. Уверен, что не случайно 2022 год объявлен годом исторической памяти. Память в любом государстве является идейной основой. Она помогает соединить старшее поколение и молодежь, помогает воспитывать патриотизм. Позвольте от имени всех награжденных сегодня заверить вас, что мы сделаем все возможное, чтобы наша молодая, суверенная Беларусь и далее процветала и развивалась на благо нашего народа, детей, внуков и правнуков. Сегодня Беларусь стоит в центре Европы, как символическая крепость. И мы уверены, что никому не удастся поколебать единожды избранный курс. Никаким внешним силам. Спасибо за ту оценку, которую вы дали всем нам. Огромное спасибо. Многоуважаемый Александр Григорьевич, дорогие лауреаты премий, братья и сестры, Приветствую вас в эти святые праздничные дни Рождества. Поздравляю наших лауреатов с высокими наградами, которыми отмечены их многие самоотверженные труды на благо нашего Отечества. Пусть же наступивший год будет для вас, дорогие лауреаты премий, Новым годом благословенных трудового блага Отечества. Пусть и для каждого, находящегося в этом зале, для каждого жителя Беларуси сегодняшний день несет благословение, вдохновение на многие добрые труды во благо Отечества и ближних своих. Пусть благословение Божие пребывает на каждом из нас и на всей белорусской земле. Редактор субтитров А.Семкин